Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, друзья, мы поговорим об опасности попыток угодить всем. Я перескажу вам притчу «Мельник, его сын и осёл». Это одна из басин из ОПА. Она написана около шестого века до нашей эры и существует уже долгое время. И я думаю, что она очень актуальна в наши дни. Почему? Мы живём в мире, в котором делаем фотографии. Мы всегда смотрим, как люди оценивают то, что мы делаем. Мы пользуемся Фейсбуком, Твиттером, Ютубом и другими всевозможными платформами. Мне присылают множество сообщений с вопросом «Антонио, что ты думаешь об этом?» «Антонио, что ты думаешь о том?» Я захожу в Фейсбук и вижу, как люди выкладывают фотографии и стараются максимально создать впечатление. Будь то фото их идеальной семьи или идеальной личности. Я просто посмотрел это музыкальное видео, селфи, с которого валялся со смеху. В этом видео она как одержимая, ведь она удалила селфи, потому что за последние пять минут ей поставили только десять лайков. На самом деле, я думаю, это стало реальной опасностью – желание угождать всем. Итак, к басне. Если вы её не слышали, это прекрасная небольшая притча. Мельник, его сын и осёл шли по одной деревне. Вначале они просто шли, и мальчик вёл осла. Его отец шёл впереди. И кто-то из прохожих сказал, «Почему вы так идёте? Осёл создан для того, чтобы заботиться о человеке». Мельник подумал об этом и прыгнул на осла. Через пару минут они встречают другого прохожего, который сказал, «Посмотрите на этого мужика. Он едет на осле, пока этот бедный мальчик идёт». Мельник задумался, взял и посадил мальчика рядом с собой. Так они оба поехали верхом на осле. Они встретили ещё людей, которые воскликнули, «О, ужас! Посмотрите на них! Бедный осёл!» Мельник и его сын слезли с животного, подумали и привязали копыта осла к жерди. И с заботой о нём продолжили путь. Так они дошли до моста, и осёл начал интересоваться. Что это происходит? Он начал ворочаться, брыкаться и упал с моста вниз в речку. Мораль такова. Если ты пытаешься угодить всем, то в конечном итоге потерпишь неудачу. Я не думаю, что Эзоп сказал именно так. Но как владелец веб-сайта, как кто-то, кто выражает себя, я получаю много сообщений, критических отзывов, комплиментов, и это забавно. Иногда, в один и тот же день, я получаю сообщения, что я делаю что-то неправильно, и тогда же получаю комплименты, что эти же вещи я делаю правильно. Как я принимаю решения? Как я иду дальше? Я дам вам 4, нет, 5 советов, как я двигаюсь вперёд. Номер один. У меня есть отчётливая философия. Итак, это то, что заняло некоторое время, пока я собрал всё вместе. Итак, у меня есть ценности семьи Сентену. Я разместил их в статье, но скажу, что мы следуем определённым канонам, которых мы придерживаемся как семья. Я очень верующий. И некоторые из вас, господа, возможно, очень религиозные. Есть такие вещи, как 10 заповедей и подобное, которые, если вы их придерживаетесь, достаточно ценны. Во время шторма очень хорошо, когда у вас есть маяк или сигнальная башня на берегу. Даже если вы дезориентированы, вы можете всегда посмотреть на маяк и идти к нему. Загляните в статью, которую я написал к этому видео, где рассмотрено больше деталей. Вы сможете скачать, если захотите, ценности семьи Сентену. Эти вещи я говорю своим детям. Одна из них – доброжелательность. Если я вижу, что мои дети дерутся, я спрашиваю их, «Эй, чего мы придерживаемся?» И им очень легко ответить, «Мы придерживаемся доброты». Да, я иногда вижу, как они закатывают глаза. И похоже на отговорку. Но когда они это говорят, они это понимают. И делают определённые выводы. Я вижу, что мои дети принимают это. И идут с этим по жизни. Что очень важно для меня. Пункт номер два. Небольшое ежедневное улучшение. Я не сказал, что вы можете сделать, и вы можете сделать большой скачок в вашем саморазвитии в один день. Но реально обескураживает, если вы не смогли достичь амбициозных целей, и вы всё мажете, мажете и мажете. Вместо этого я использую подход «Кайдзен», который представляет собой небольшое постепенное улучшение каждый день. Но, честно говоря, я нарушаю. Есть дни, в которые я должен был пойти в спортзал, и не пошёл. Но знаете что? Если я хожу в спортзал 4 из 5-6 дней, значит, я всё-таки стараюсь посещать спортзал. Это всё ещё неплохо. У меня есть небольшая система. Я даю себе награду. Я стараюсь нести ответственность. Кстати, у меня появился новый сайт. I will do this today.com И он посвящён тому, чтобы воспитать чувство ответственности. И круто то, когда у вас есть расписание. Вы начинаете строить хорошие привычки, и этим привычкам будет очень легко следовать. У нас много плохих привычек. Но если вы настроите себя на наработку множества хороших привычек, вы сможете нащупать импульс в достижении того, что вам нужно в правильном направлении. Следующая хорошая привычка – это читать. Действительно, чтение книг преследует некоторые цели. Научитесь долгим формам чтения, классической литературы, которая действительно великолепна. Я составил длинный список великолепных произведений. Возможно, вы видели на «The Art of Manliness». И я хотел бы, чтобы вы написали в комментариях некоторые из ваших любимых книг, которые должны читать люди для самосовершенствования. Пункт номер три. Быть позитивным. Я избавился от телевизора около 10 лет назад. Я не слежу за новостями. На самом деле, моя домашняя страница никогда не содержит новостей. Причина в том, что новости не несут цели действительно о чём-то нас проинформировать. Всё куплено. На самом деле, они делают всё, чтобы привлечь глазные яблоки, смотреть их рекламные ролики, переходить по ссылке в интернете. И поэтому они знают, что если они пустят негативные истории, это разовьёт интерес у людей. Это просто уловка. К сожалению, это может оказать действительно негативный эффект и заложить в вас негативное мироощущение. Я просто разговаривал с женой, и одна из вещей, которые она делает с нашими детьми, это когда наша дочь, у нас есть трёхлетний, шестилетний и трёхмесячный дети. Когда трёхлетний или шестилетний, когда они действительно расстроены, иногда вместо того, чтобы ругать их, вместо того, чтобы указывать на то, что они сделали не так, мы просто обнимаем их. Это очень мощная позитивная эмоция, которую мы способны передать. И иногда это просто решает проблему. Это не всегда решение проблемы, но в большинстве случаев да. Найдите способы вырезать негатив. Фокусируйтесь на позитиве. Если вы когда-нибудь отправите мне письмо, причём неприятное, вероятно, вы обнаружите, что я просто не ответил вам. Если вы когда-нибудь оставите очень неприятный комментарий, вы обнаружите, что мы, вероятно, просто удалили его. Если это полный ненависти или действительно плохой комментарий, мы забаним этого пользователя. Когда дело доходит до этого, я просто обрубаю негатив. Пункт номер четыре. Не сравнивайте себя с другими. Мне очень повезло, я живу в маленьком городе. Честно говоря, чтобы не отставать от богатых соседей, я должен купить более мощный и большой трактор. Но я не собираюсь попадать в эту ловушку. Серьёзно, я живу среди фермеров. Если я поеду навестить друзей в Калифорнии, я могу сказать, что в Южной Калифорнии намного сложнее не пытаться идти в ногу с соседями. Каждый ездит на дорогих машинах. Каждый рассказывает, как его ребёнок попал в юниорскую, олимпийскую команду по какому-то непонятному виду спорта. Это трудно пытаться соответствовать людям. Но действительно, когда дело доходит до этого, каждый становится на тяжёлый путь. В течение жизни каждый проходил через это. Я помню разговор со своим другом из корпуса морской пехоты. Я пришёл к нему домой, и я действительно ему завидовал. У него великолепный дом в области Новой Англии. У него отличные отношения с матерью и отцом, с братьями и сёстрами. Я помню, что смотрел на это всё, и чувствовал небольшую зависть, думая, «Мужик, он действительно сделал всё для себя». Позже, в этот же день на побережье, он сказал то, что реально отпечаталось в голове. Он произнёс, «Тони, на самом деле я завидую твоей позиции». Я удивился, а он продолжил, «Ты вышел из рода, который не так привилегирован, как мой. У меня были очень большие виды на будущее, куда я собираюсь идти и где я буду». Он не хотел меня обидеть, но сказал, «Ты начал с гораздо более низкой точки, и будучи офицером морской пехоты, ты уже многого добился». Это было сказано одним офицером другому. И это действительно заставило меня задуматься. Вы думаете, что тому, у кого есть возможность, лучший старт, чем у вас, будет легче? Не обязательно. Иногда они держатся за этот невероятно высокий стандарт, что им нужно жить, в зависимости от того, что сделал их отец. И это всегда будет где-то в глубине души. Поэтому запомните, не сравнивайте себя с другими. Если вы все-таки соберетесь сравнивать себя со всеми, сравните себя с собой вчера и попытайтесь стать лучше. Пункт номер пять. У вас есть контроль. Я знаю, некоторые из вас, друзья, находятся в достаточно сложных ситуациях. Может быть, вы в стране, в которой не слишком высокая зарплата. Возможно, вы приехали из не самого благоприятного района. Оба ваших родителей, возможно, умерли. Это может быть что-то, с чем вы боретесь. Возможно, у вас ограниченные возможности. Вы были рождены с каким-то дефектом. У вас проблемы со здоровьем. Для меня реальные проблемы, реальные барьеры. Большинство из нас, мы просто не хотим смотреть в лицо фактом. Но это может дать нам контроль. Выкиньте сомнения. И поймите, что вы можете контролировать множество вещей в вашей жизни. И не помешают ни изъяны правительства, ни ситуация. На самом деле, вы можете возвыситься над ситуацией. Потому что, как только вы взглянете проблемам в лицо, вы поймете, что вы свободны и можете это изменить. Итак, есть такой автор, Виктор Франкл, который написал действительно крутую книгу. «Человек в поисках смысла». Он был в концлагере во времена Второй мировой войны. И он рассказывает, что у него не было никакой свободы. Но он сохранял контроль путем наблюдения за ситуацией. Он имел определенный контроль, что делало его счастливым. Господа, я думаю, если парень в концлагере смог осознать это, Большинство из вас не живет в стране, в которой постоянно идет война. Прямо сейчас Украина и что происходит в России. У нас есть семьи, друзья там. Эта ситуация... Аааа, мурашки по коже. Это то, что ты не можешь контролировать эту ситуацию. Но ты можешь контролировать, куда ты пойдешь и какие действия будешь совершать каждый день. Спецвойска, астронавты иногда попадают в такие ситуации, в которых ад курит в сторонке. Они не могут это контролировать. Когда ракета поднимается в воздух и уносит тебя в космос, вы мало что здесь можете сделать. Но вы можете контролировать ваше дыхание. Вы можете контролировать небольшие детали в вашем окружении. Так же и в спецвойсках, друзья. Они часто оказываются в трудных, стрессовых ситуациях. Они стараются замедлить биение сердца. Так же фокусируются на дыхании. Они анализируют, а затем действуют. У них мало вариантов. Но они это делают. Господа, я закончу видео цитатой. Буду рад, если вы напишите в комментариях ваши догадки, из какого это фильма. Оценить, что значит для вас происходящее, пожалуй, единственная свобода, которой обладает каждый. Я немного изменил ее, потому что я не хочу, чтобы вы просто вбили ее в гугл и нашли, откуда она. Оценить, что значит для вас происходящее, пожалуй, единственная свобода, которой обладает каждый. Если вы поймете, откуда она, пишите в комментариях. Думаю, что вы будете удивлены, узнав об этом. Это своего рода игра. Надеюсь, что вы запомнили мои пять советов. Перейдите на статью на Real Men Real Style. Там описано больше деталей. Друзья, увидимся в следующем видео. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова